Здравствуйте, уважаемые друзья! Вы на проекте интервью дня на Первом городском. Меня зовут Иван Дычак и сегодня у нас в гостях Кирилл Быстров, победитель Кубка мира по кикбоксингу, а также Виталий Губенко, тренер молодежной сборной Украины по кикбоксингу в разделе К1. Здравствуйте, ребята! Знаете, чего забыл сказать? Представители клуба Барс. Правильно? Хорошо, тогда начинаем мы, наверное, с тех соревнований, с той радостной новости о вашем воспитаннике Виталии Кирилле, который победил на Кубке мира. Скажите, где были соревнования, кто принимал участие и на сколько цена эта победа? Ну, соревнования проходили в Венгрии, в городе Будапеште, в столице. Участников было очень много, около полторы тысячи участников было. Приготовились туда, тяжело, тренировки, все-все-все, подготовка шла. Приехал, победил, очень порадовал, приятная новость. Это его были вторые международные соревнования. Первый он ездил год назад в Таиланд по тайландскому боксу. Ну, там не сложилось. Я, как тренер, не смог туда поехать, поддержать, можно что-то подсказать. Здесь так сложились уже хорошо, сложились хорошие обстоятельства, что вместе со спортсменом поехал, он выступил хорошо, порадовал тренера и наш клуб Барс. Молодец. Окей. Кирилл, ну вот твои ощущения после победы и вообще, насколько цена для тебя эта медаль? Ну, для меня эти соревнования были очень стоящие, поскольку я до них очень долго готовился, нелегкий путь я к ним преодолел. Сама поездка, сама сгонка веса, все давалось сложно, ну, как и сами соревнования. Ну, получилось очень хороший результат. Ну, кстати, то, что Виталий был рядом, помогало как? Да, мне суть тренера была очень важна, поскольку, когда ездишь без тренера, ты не получаешь ту полную информацию в ринге, во время боя, ту поддержку, моральный настрой. Ну, поддержка тренера это была очень важная, даже, наверное, на первой ступеньке. Угу. Сколько боев провел и кто кого в финале одолел? Боя у меня было два. Финальный бой у меня был из представителем Сербии. Бой был очень тяжелый, поскольку до финала доходит лучше, как мы все знаем. Выиграл его по очкам. Первые два раунда были нелегкие, потому что, поскольку соперник хотел выиграть, и я хотел выиграть, у обоих было желание победить. И вот так сужились обстоятельства, что я передышал соперника, перебил, больше хотел победить, наверное. Это здорово. Я просто вот смотрю на то количество медалей, которое лежит сейчас на нашем столе, это все медали вашего воспитанника, правильно? Да. Слушайте, сколько ты занимаешься уже кикбоксингом и спортом? Ну, вот начался четвертый год. То есть это вот за четыре года вот такие вот результаты? Хорошо. Вот вспомни первую медаль и самую ценную. Вот две медали из этого. У нас не хватит 20 минут, чтобы рассказать о каждой, но вот тем не менее. Самая первая и самая ценная из тех медалей, которые здесь лежат? Ну, самая первая медаль у меня была на моих первых городских соревнованиях. Это было сразу, получается, я пришел, и через три месяца мне Виталий Анатольевич дал возможность выступать на соревнованиях. Да, тоже было, конечно, сложно. Все, ну, как первый раз было страшно выходить в ринг, все, коленки дрожали. Ну, а самая стоящая медаль, скорее всего, у меня, даже не скорее всего, 100% из Венгрии. Потому что... Это статус. У тренера хочу спросить, но вот три месяца проходит, и боец уже, собственно, спортсмен выступает. Это, это вот врожденный талант у человека, либо же, ну, как вы можете это оценить? Ну, кто-то занимается годами к первому, скажем так, шагу, когда его увидят там в ринге, так три месяца проходит, человек уже наступает и побеждает. Ну, первое соревнование ты как, победил? Нет. Какое место? Первое соревнование занял, я не попал в призовые места. А, то есть... Ну, вот видите, все, оно начиналось, он пришел, хорошо начал показывать технику, где-то... Ну, я не сказал, даже хорошо. Начал с пацанами боксировать, с теми, которые уже там в строю стоят 2-3 года, с хорошими ребятами, которые уже занимаются. Он пришел ихнего возраста, ихнего веса, начал с ними обкатываться на тренировках. Было ему очень тяжело, они его били, можно сказать, явно. Я вам просил их полегче с ним работать, он не вытягивал их. Вот, ну, вот, ты становишься сильным, когда работаешь с сильнейшими. Где-то, вот он их набирался опыта, потренировался 2-3 месяца. Мы поехали, он тогда в лагерь, да, это первое соревнование, в Одессу поехал, да. Он поехал в лагерь спортивный, там 3 тренировки в день, плюс дополнительно. И спортсмен растет от соревнований. Ты можешь заниматься год, два, три. На соревнованиях выступил один, а кто-то занимается полгода, допустим. И уже на соревнованиях. А выступает на соревнованиях, выступил 5-6 раз на соревнованиях. Он будет намного лучше себя чувствовать и увереннее, и будет и опытнее. И приобретает спортсмен, вот, растет от соревнований до соревнований. Если он тренируется и не выступает, это как экзамен, знаете, на соревнованиях нигде не выступает. Особого он, так называть, для себя. Вот рост идет от соревнований. Ты на соревнованиях видишь ошибки, ты видишь, какой ты. Ты на тренировке можешь быть хорошим бойцом, бить лапы, бить снаряды, быть сильным. А выйти в ринг, просто психически быть не готовым. Все твои качества на ноль падают. И вот он катался, вот это тот спортсмен, который рост на соревнованиях. Он все соревнования, мы везде его, проиграл, выиграл, туда, на туда, туда, везде, везде, везде бросали его по соревнованиям. И потом буквально, вот он был в лагере, пришел, буквально прошло полгода, и те ребята, которые били его, я говорил, полегче. Он начал им давать хороший отпор, и там через время их бить начал. Ну, видите, все. Ну, как тренер, Виталий, это талант, либо же это упорный труд? Вот если за 100% брать вашего подопечного, вы бы к чему больше складываете? Ну, должно быть все вместе. Но вы знаете, вот талант, труд должен перетереть талант. Потому что, ну, если человек талантливый, а ленивый, не трудится, все равно тот человек, который трудится, он может где-то талант сначала будет побеждать, но со временем труд перетереть, да. А когда, я думаю, у него и талант есть, и труд, когда это все вместе работает в одном целом, это дает свой результат хороший. Ну, ты, Кирилл, сейчас конкуренцию в Барсе для себя чувствуешь какую-то? Конечно, да. То есть, есть еще с кем, скажем так, и дело в том, что конкуренция, это же всегда хорошо, это стимулирует к росту, насколько она в Барсе присутствует? Ну, конкуренция есть высокая, ну, не среди 1 года, а вот среди чуть постарше тех, кто уже накатаннее, чем я. Они довольно опытные, делятся со мной этим опытом, подсказывают, помогают тоже. А если вспомнить историю, как пришел в Барсе, вот помнишь тот момент, что послужило твоему приходу в этот спортивный клуб? Да, это у меня был одноклассник, а он занимался в Барсе. И на тот момент, когда он занимался в Барсе, он постоянно в класс приносил медали, все его хвалили, всем он так нравился, ну, такой мачо был. Ну, и как-то в один день я у него подошел и начал расспрашивать, где он занимается. Ну, и он мне рассказал Барс, все подробности. И вот как-то я пришел домой и говорю родителям, ну, не говорю, а утверждаю, я хочу в Барс, отведите меня. Поначалу они не хотели меня отводить, потому что говорили, это травмы, это голова думать не будет. А потом уже как-то я все-таки выпросил, переубедил, может, не знаю. Но родители согласились и отвели меня в Барс. Ну, я думаю, могут гордиться этими результатами, которые уже даже на сегодняшний день есть. Возможно, да. Думаю, не пожалели. Хорошо, давайте поговорим о том, что летний период, и Барс продолжает тренироваться, но теперь уже в формате летнем. Я знаю, есть определенная база, где эти тренировки происходят, где это, и там царит определенная тоже атмосфера. Расскажите об этом. Кому рассказать, не? Да, давайте. Хорошо. 1 июня, это уже, я не знаю, лет 8-7, вот 1 июня, мы у нас тренировки переходят в зал на летний режим. И основное количество мы переходим уже заниматься на нашу летнюю базу, турбазу, находится возле села Недайвода. Вот, и все, первая смена всех деток мы стараемся прогнать, чтобы все побывали в этом лагере в спортивном, потому что это как есть и дальше развитие спортсмена. Просто тренировки, это, ну, одно. Когда еще он побудет в лагере там, эти такие сборы, это специфический наш такой лагерь, где воспитывается духовно, физически. Там забираем мы деток от родителей, можно сказать. Они там сами, сами, без родителей, сами решают свои задачи поставленные, за свои поступки отвечают. Они приезжают после этого лагеря уже, родители встречают, говорят, мы их не узнаем, они другие дети уже, но они взрослеют. Ну, становится как спартанские условия, спартанцы, воины. Воспитываем вот таких мужчин. Кирилл, в лагере там был? Конечно. То есть, ты постоянный там спартанец? Хорошо. Вообще чувствуешь разницу между сверстниками и тобой, не в плане, понятно, физическом, а в плане каком-то, что ли, духовном и в плане каком-то психологическом росте твоего? Да, чувствую, поскольку многие сверстники, которых я знаю, боятся, например, брать на себя ответственность. Ну, то есть, вот мы, те, кто занимаемся в барсе, нам это не так страшно, поскольку ответственность нам на себя приходится брать довольно часто. И вот даже в этом лагере спортивном она очень жестко дисциплинируется. Окей. А вот по поводу дисциплины, насколько тебе было тяжело привыкать, потому как я понимаю, без дисциплины не будет серьезных побед, не будет ничего в жизни? Ну, да, поначалу было очень сложно. Очень сложно было преодолевать себя, поскольку надо было заставлять там добегать, добегать, постоянно дорабатывать. Надо было вылаживаться на тренировках. Ну, а это может, по-моему, далеко не каждый. Нет, с этим я полностью согласен. Хорошо, ребят, давайте поговорим о том, что, чего нам ждать в предстоящем спортивном году, ну, скажем так, и что, к чему готовимся дальше? Какие старты следующие? Ну, вот сейчас лагерь отбываем. После лагеря маленький перерыв будет. Отдохнут, ребята восстановятся немножко. Надо тоже психологически и физически отдыхать. И потом после отдыха они уже входят с новыми силами, еще больше заряженные на тренировочный процесс. Следующий у нас будет в сентябре чемпионат Европы в Македонии по кикбоксингу среди юниоров проходить. Перед этим чемпионатом будет в августе сбор. Национальная молодежная сборная будет готовиться. Ну, там все будет и молодежная сборная, и взрослая будет готовиться. Это будет у молодежной будет уже последний этап. Они будут после этих сборов уже выезжать на соревнования. А взрослые будут тренироваться. Это будет уже у них первый или второй этап. Будет в ноябре чемпионат мира, будет подготовка. Вот там и детки, и взрослые будут все готовиться. Вот по планам, наверное, чемпионат Европы вот самое главное. Ну, опять же, как тренеру, что значит управлять молодежной сборной Украины? Я понимаю, что подопечные приезжают с разных городов. И как найти, сейчас даже Кирилл заулыбался. То есть, как найти со всеми общий язык, как настроить всю сборную? Потому что, когда вы отвечаете за бойца, который тренируется в Барсе, вы видите регулярную тренировку, это одно, когда съезжаются люди. Насколько там тяжело найти контакт и насколько получается это сделать? Ну, во-первых, туда приезжают уже все спортсмены хорошего уровня. Они уже все дисциплинированы. Они уже давно занимаются. Они сами уже, они все дисциплинированы, во-первых. И, ну, это все уже то же самое, как оно происходит здесь у нас в Барсе. Такая же дисциплина, все строго. Ты приходишь, так же само, там все спортсмены все уважают. Тренера, слово тренера закон. И с этим никаких проблем нет. Вся такая же самая работа, как здесь, только там новые ребята, все быстро знакомятся, спортсмены дружный народ. Все это проходит. А насколько процентное соотношение вот всей молодежной сборной представителей Кривого Рога? Ну, я точно не могу сказать. Ну, ориентировочно. Ну, к половине, ну... Половина это Кривбас? Да. Это Криво Рога. Как вы можете оценить то, что, ну, вот, вся Украина, да, даже пусть молодежная сборная, и 50% Кривого Рога? Почему так происходит? Ну, наверное, так задалось еще с самого начала, вот, как клуб Барс открылся в 2002 или 2003 году, и вот мы так всегда держали эту марку, и вот я, когда боксировал, вот мы так же самые были всегда первыми номерами в сборной, и вот теперь уже наши ученики держат такую же марку, стараются, мы передаем свой опыт. Ну, хорошо, правильно идем. Кирилл, вот, но все-таки, когда выступаешь на подобного рода соревнованиях, таких ответственных, вот что закрадывается? Ты представляешь Украину, либо же вот свой родной клуб? Ну, конечно, в первую очередь свой клуб, те, кто помогают тебе с него. То есть для тебя это вот на каком-то ментальном этапе все-таки это первое, первое основополагающее. Хорошо, почему, если бы ты сказал, были бы предложения тренироваться в другом клубе, в каком-то, были бы, возможно, лучшие условия, там, все что угодно. Я, наверное, ты все-таки остался бы в барсе. И у меня вопрос, почему? Вот что привлекает тебя, как спортсмена, заниматься именно здесь? Ну, во-первых, тренерский состав. Потом коллектив, он очень дружный, очень все помогают. Ребята все друг для друга открыты, для общения и для всего остального, что может быть. Вот это, наверное, два главных фактора. По мотивации всегда спрашиваю спортсменов. И сейчас начнет Виталий, потом подватит Кирилл. Ну вот, что мотивирует вас и самая главная мотивация вас как тренера воспитывать подобных спортсменов? Что мотивирует? Ну, это я не знаю, это, наверное, я даже об этом не задумывал, что мотивирует. Это занимался сам, сам выступал, сам боксировал. Теперь хочется ребят лепить, делать чемпиона. Когда они выиграют, оно такое ощущение у тебя внутри, как ты сам выиграл. Но ты сам же радуешься, что человек, который ты влаживал силы, передавал свой опыт, технику, настраиваешь его психологически, и они побеждают, значит, ну, ты вот делаешь человека, который становится чемпионом. Это, ну, это каждому тренеру, это приятно, это гордость, это всегда мотивирует. Это, ну, спортивный дух, спортивный дух, он... Хорошо, ну, понятно, и весь процесс очень безумно стимулирует. Хорошо, Кирилл, вот твоя мотивация какая? Ну, не знаю, может быть, кто-то будет другой уже приостановился, уже выиграл, в принципе, по-моему, все, что можно было, но остается только олимпийское золото, но пока не олимпийский вид спорта. Ну, вот что мотивирует тебя заниматься, продолжать в таком же духе, наращивать этот темп? Ну, да, я беру пример со своего тренера, поскольку от начала и до конца я тоже хочу стать тренером. Это, ну, моя мечта, можно сказать, с детства, просто раньше она была как-то разбегалась, а сейчас вот именно эта точка, на этом, и надо... Ну, я хочу идти до этого до конца, с этой мыслью. Ну, вот, да. Дойти до более высших, еще выше уровням соревнований, а потом уже, если будет возможность, пойти в тренера. Вот так вот. А в профессионалы? Ну, я же сказал, более высшие уровни соревнований. Ага, вот что ты имел в виду. Это относится, к сожалению. У нас состоит буквально пару минут до завершения эфира. Ребят, почему, когда в студии находятся спортсмены из клуба «Барс», подчеркивается вот та вот какая-то неподдельная скромность абсолютно у всех? Это вот почему? Почему вы мне сказали, что да, вот мы лучшие, и вот так вот происходит? Ну, наверное, так заложил в нас это наш наставник, наш тренер, учитель, Владимир Михайлович Коржак. Вот он всегда нас воспитывал не только физически, и духовно. Ну, скромность – это всегда, это самое правильное для спортсмена. Ну, это не тот спортсмен, который ходит «я, я, я», там. Это не те качества. Спортсмен должен быть скромным. Кто для тебя настоящий спортсмен, настоящий профессионал, настоящий чемпион? Наверное, тот, кто не задирает нос в первую очередь после высокого уровня соревнований. Тот, кто умеет слушать, выслушать до конца и помочь. Ну, я желаю только побед, только вперед, ребят, вы делаете очень хорошее дело. Привет всему клубу «Барс». Да, ребят, продолжайте в том же духе. Всегда следим и всегда радуемся вашим победам. Спасибо. Спасибо огромное. Напоминаю, уважаемые друзья, что у нас сегодня в гостях был победитель Кубка мира по кикбоксингу Кирилл Бустров и тренер молодежной сборной Украины по кикбоксингу в разделе К1 Виталий Гменко. Меня зовут Иван Дычак. Оставайтесь на главном телеканале Кривого Рога. Пока. КОНЕЦ